Девушки отдыхают Что может помочь в поиске казанской иконы Божьей Матери? Узнал Дмитрий Аринин Проблема в разрезе Это уже неформальный центр Казани В центре Казани хотят перенести памятник Мулануру Вахитову Чем это объясняется и почему архитекторы против об этом? Рамиль Шайдулин Сохранить историю Одна часть здания она просела вниз, другая она еще более-менее держится Музею Каю-Моносыри нужен капитальный ремонт Об этом Ханна Городнова Весеннее потепление грозит ли подтоплением? При риском повышения температуры может сложиться очень сложная обстановка Мы видим, что со всех полей вся вода будет стекать отсюда Как проверяют дамбы, расскажет Динара Камалова Прием у президента России, мировые соревнования и только потом путь домой Сегодня в Казанском аэропорту встретили трехкратного призера параолимпийских игр в Южной Корее Лыжницу Марту Зайнулину Наша спортсменка привезла из Пхенчхана две бронзовые и одну серебряную медаль Каким была дорога к трофею? Алмаз Гафиатов Марту Зайнулину на ее родине встречают как национального героя Еще бы, не каждый способен три раза покорить параолимпийский пьедестал Учитывая, как усердно работала над этим успехом вся команда Ехали в очень изученном составе только девочки И каждый друг друга поддерживал как мог, шутили Даже если у кого-то не получалось, мы приходили в экскобину Пытались смешить, как-то приободрить И команда замечательная Выступать приходилось не только в лыжных гонках, но и в биатлоне Именно в этой разновидности Марта завоевала серебро Улучшив показатели сочинских игр Тогда у Зайнулиной была лишь бронза Переживал, как будто я сам выступал Смотреть это очень дерзничаешь, когда смотришь Порой даже как-то приходилось, ну когда на стрельбище была Приходилось отворачиваться, ну или уходить там куда-нибудь, чтобы не смотреть Потому что, ну, очень переживаешь И пусть наша команда не выступала под своим флагом и гимном Зато смогла доказать всему миру, что российские атлеты самые боевые В Южной Корее россияне завоевали 24 медали Из них 8 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых наград Сказав даже, что она на одно завоевала 3 медали Это уже бесценный вклад В Сочи она завоевала одну медаль, бронзовую медаль Конечно, хочется золота И она тоже расстроена, но ничего, все еще впереди На отдых у Марты Зайнулиной времени не так много Впереди подготовка к российским и международным стартам А там и до следующей паралимпиады недалеко Алмаз Гафиатов, Игорь Романов, ТНВ, Казань В Казани обнародовали сведения, которые могут помочь в поиске утерянной казанской иконы Божьей Матери На свое заседание сегодня собрался Республиканский фонд Возрождения Что появится в Болгарии Свияжске и что может помочь вновь обрести казанскую святыню Узнал Дмитрий Аринин По-хорошему Не только просили, но и давали конкретные поручения В этом году в Болгарии Свияжске хотят открыть по 3 музея Они ознаменуют окончание приятных хлопотов на этих объектах На качественную работу в срок сегодня всех наставлял Ментимир Шаймеев Миллион вопросов возникает по ходу выполнения тех или иных Исполнения необходимых решений Или реализации необходимых решений Только не у организованных людей Порядка вещей должно быть Подход такой Иначе и сам теряешь время Потом недовольным ходишь А так принято решение в срок сделано Душа поет В Болгарии в этом году планируется открытие гостиничного комплекса Кулгали У нас традиционный жиен в Болгарии проводится Этим летом мы намерены завершить наше праздничное мероприятие в Болгарии Именно посещением и презентацией нашего гостиничного комплекса Это макет того, каким должен получиться собор Казанской иконы Божьей Матери Сейчас для этого полным ходом, как сказали по графику, на стройплощадке идут работы Храм поднялся до высоты 40 метров И к 4 ноября, то есть праздничной дате, собираются завершить отделку фасада здания Продвинулись и поиски святыни храма Первого образа Казанской иконы Божьей Матери Что пропало более века назад Историка Санкт-Петербурга нашел в архивах неизвестные до этого полицейские документы Где фигуранты дела дали точное описание иконы На левой щите лика над левым глазом И посередине лба находятся белые царапины, вполне заметные Теперь, по мнению специалиста, есть четкий ориентир, что нужно искать Если на самом деле икона была не уничтожена, а может быть где-то сейчас скрывается Мы, во всяком случае, можем точно идентифицировать ее И определить, та это икона или нет, вот по этим самым описаниям На встречу поручили найти и способы, как в Татарстан И в частности на объект ЮНЕСКО привлечь больше туристов Дмитрий Айринин, Ринат Сафин, ТНВ, Казань Холм на выданье в интернете набирает популярность петиции в защиту Вахитовского холма в Казани Ее уже подписали больше 700 человек Она стала реакцией на проект нового комплекса Где знаменитый холм в центре города может измениться до неузнаваемости Все мнения выслушал Рамиль Шайдулин Это была композиция, которая состояла еще из самой скульптуры И еще могли быть два крыла Сама структура не закончена, говорит Фарида Забирова Появившись здесь в 85-м году Скульптура по эскизам должна была венчать огромный архитектурный ансамбль Но построить успели только лестницы Полагалось, что холм останется целым Но по проекту нового комплекса его могут перестроить Он разрубает этот холм, делает там щель какую-то, вот как раз на месте, где памятник Вахитову А памятник Вахитову рисуется какой-то такой розовым пятном, непонятно где Сохранить место знаковое для всей республики активисты просят уже президента Татарстана Их петиция в защиту холма набрала больше 700 голосов Вот уже 30 лет вершину холма венчает скультура Мулануру Вахитову За это время мужчина в сером стал своего рода визитной карточкой центра города К его подножию сходятся туристы И монетки на счастье оставляют студенты Пропадем с этого места Архитекторы боятся, что пропадет и вся эта магия Скажем, если пробиваться будет кольцо, то опять-таки вида с этого холма не будет И здесь как раз видно, что и в прежние годы, и сегодня эта зона непосещаема Новый комплекс могут построить по соседству с другим торговым центром Тогда холл может стать не местом встреч, а скорее связывающим магазины тоннеля Важнее, что от этого получат горожане В истории там предлагалось очень много социальных объектов Там было и предложение разместить педагогический университет Такая шайба была Сейчас, если мы предполагаем, что там будет какой-то объект обслуживания То вот как туда добраться, сегодня это становится главным вопросом Общественно слушать правительство всегда Это аксиома сегодняшнего дня Потому что сколько людей, столько мнений Поэтому кому-то хочется хранить вот холм вот этот вот В том состоянии, как он есть, ему это напоминает детство там, да Кто-то хочет, чтобы это было неким таким объектом, который притягивает Становится знаковым, многофункциональным Привлечь к обсуждению горожан просят и авторы петиции В Ахитовский холм считают активисты визитка исторического центра Хороший памятник, я думаю, зря его будут куда-то передвигаться Здесь парковка, как бы отсюда люди просто уезжают Мне кажется, не засматриваются на памятник, не знаю Нет, торговых центров очень много Смотри, торговый центр здесь, торговый центр там Торговый центр вот, 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 кругом торговый центр Ну оставьте памятник вот один Облагородить надо вот это Надо сделать лобным местом, хорошим Куда люди под этот памятник будут ходить По историческим справкам, скульптуру Мулануру Вахитову спроектировал скульптор Юрий Орехов Его сын считает, что тронь строителей статую тут же переступят из окон Хочу отметить, что их труд защищен нормами российского законодательства Предписывающие получать согласие авторов на изменение произведения Включая, конечно же, архитектурный проект Останется ли холм место встречи или станет больше похож на пешеходный переход? Активисты в ожидании в столичной мэрии заверили, пока разрешение на строительство не выдавалось Рамиль Шайдулин, Данил Филатов, ТНВ, Казань Еще один исторический объект требует внимания Треснул фундамент, покосилась крыша, отходят наличники на окнах Музею Каю Моносыри нужен ремонт Здание находится в центре старой татарской слободы И хранители музея опасаются за сохранность экспозиции Когда ждать ремонта, выясняла сегодня Анна Граднова Это здание, где находится музей Каю Моносыри Восстановленный памятник архитектуры татарского деревянного зодчества конца 19 века Само оригинальное здание, где жил Каю Моносыри, сгорело еще в 70-х годах Новое построили в 2002-м и на месте старого фундамента Одна часть здания она просела вниз, другая она еще более-менее держится Из-за трещин фундамента деревянный дом покосился Наличники на окнах отходят, в подпол проникает вода, говорит руководство Но музей продолжает принимать гостей При планировке в 95-м явно не рассчитывали на такой поток туристов Выходные музей принимает до 300 человек Лестница ощущается, то есть постоянно очень сильные вибрации Когда поднимается группа, например, в 40-30 человек То есть ты, когда находишься уже в холле на втором этаже, чувствуешь эту вибрацию Это как раз и комната, которую снимал Каю Моносыри Религиозный просветитель, ученый, математик, астроном Каю Моносыри Жил здесь последние 15 лет своей жизни Музей хранит личную трость татарского деятеля и часы-хронометр По которому он составил географическую карту Казанской губернии 19 века Есть и рукописное наследие Эта книга называется Исагужи В переводе с персидского языка на русский означает логика Как раз эта книга служила учебником для изучения логики в Медресе, в котором он преподавал Родословное древо Каю Моносыри изучают и сегодня Туристы приезжают даже из-за границы Но здание уже не отвечает всем требованиям Когда ждать ремонта? Этот вопрос сегодня прокомментировали в Национальном музее Когда будет ремонт, я не могу сказать, потому что нужно специальное финансирование У Национального музея средств на ремонт нет, к сожалению Но мы планируем Здание в удовлетворительном состоянии не признано аварийным Музей в ожидании не только ремонта Это место планируют превратить в культурный центр с чайной и парковой зоной Парковых зон здесь у нас именно в старинной, в этой исторической части города не имеется Гости нашего города из далеких регионов, даже из-за рубежа приезжают именно сюда, в стартатарскую Слободу Им хочется увидеть лицо старой Казани В 2025 году исполнится 200 лет со дня рождения Каю Моносыри Хранителям музея надеются, что к этому времени здесь точно станет просторнее Анна Городом, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань Резкое потепление грозит подтоплением Гидромедцентр предупреждает Уровень воды в Куйбышевском водохранилище выше нормы Спасатели уже приступили к осмотру дамб, озер и рек Кто окажется в зоне риска и выдержит ли водоемы весенний натиск? Тинара Камалова Окруженное полями озеро в поселке Чебокса по весне всегда в зоне риска Талые воды стекают водоемы Равномерно распределяет все дамбы Главное следить за состоянием труб, говорят специалисты За зиму в них образовались ледяные пробки На Куйбышевском водохранилище уровень воды выше нормы на 4 метра Если резко потеплеет, может затопить устье рек Чтобы не допустить и предотвратить, сегодня собралась комиссия ЧС Такие реки, как Сумка, Свияга, Казанка, Меша, Рядка, Шишма, Зай Также возможно возникновение эффекта подтопления в результате поднятия грунтовых вод И скопления талой воды Деревня и села, соседствующие с реками и озерами, пострадают от паводков первыми, говорят специалисты Правда, в прошлом году и они не почувствовали водный натиск Было зафиксировано всего 6 затоплений, а вот 2 года назад их было 160 В прошлом году снега не так много было В этом году, я вам говорил уже, да, высота снежного покрова здесь составляет Вот, можно сами его смотреть, до метра доходит В апреле точно тепло уже будет, в начале апреля А до апреля осталось всего недели Поэтому мы готовимся серьезно Сейчас спасатели ведут работы по всей республике Ожидают пика весенних паводков на начало апреля Динара Камалова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань Предупредить о паводке вовремя Задача номер один и для синоптиков Точные прогнозы, их привилегия и прямая обязанность Сегодня свой профессиональный праздник отмечают метеорологи Как составляются новости природных явлений, расскажет Алина Бережная И в снег, и в зной они в ответе за погоду 25 метеорологических станций Татарстана следят за природными изменениями Каждые три часа показатели передают в банки погоды Вашингтон, Мельбург и Москву Эстафету подхватывает Татарстан Сюда в отдел прогнозов приходят синоптические карты От направления ветра до атмосферного давления важны все показатели Циклон находится в районе Санкт-Петербурга И, значит, северо-западный поток, он смещается в сторону Татарстана На связи с погодой круглосуточно 8 метеорологов прогнозируют погоду на 3 дня Облачность, осадки, неблагоприятные условия Все эти данные одни из самых необходимых для составления прогнозов Их собирают специальные локаторы Татарстане, он один, и находится в зоне Казанского аэропорта Данные обновляются каждые 10 минут И приходят в виде специальных карт в отдел прогнозов Работа автоматизирована Получаем мы всю информацию в электронном виде и виде карт И работа у нас связана как раз с расчетами С получением информации, с обработкой, с анализом этой информации Историческая справка Прогнозировать погоду одними из первых стала именно Казанская станция Данные за 31-й год 19-го столетия до сих пор хранятся в архивах гидрометцентра Карты получали мы вручную, на бумажных носителях, так это называлось Обрабатывали огромный объем бумажного материала У погоды нет выходных, поэтому даже свой профессиональный праздник Синоптики у мониторов Весна близко, завтра в Казани потепление до плюс двух Лена Бережна, Александр Вальнов, Ринат Сафин, ТНВ, Казань Это новости Татарстана, смотрите далее Культ без личности в средствах массовой информации Как только анонимность прекращается, человек быстренько становится совершенно нормальным Что сегодня беспокоит журналистское сообщество Альбина Слагараева Параллельный слалом гигант, сноуборд-кросс и секреты успешного спуска Больше такого, наверное, аналитической работы А вот, наверное, это и есть был секрет С чемпионата России по сноуборду в Казани Слава от Мухаммадуля Сегодня Рустам Мениханов встретился с представителями татарской диаспоры в Швейцарии Сейчас в этой стране проживают 150 наших соотечественников Президент республики успел провести ряд экономических встреч Подробнее о визите Сергей Хайдаров Татарского колорита в Швейцарии с каждым годом все больше Уже 8 лет здесь работает ассоциация татар и башкир-юлдаш А женевский сабантуй собирает почти полтысячи гостей Сегодня участники встречи говорили на татарском, о татарском А точнее о проблемах языка Мы стараемся встречаться с соотечественниками С каких бы стран и регионов они ни были Кроме нас наш язык никому по сути и не нужен Тем более сейчас, в эпоху глобализации Когда много языков пропадает После встречи с земляками Рустам Мениханов посетил местный фармацевтический завод Феринг Президенту республики подробнее рассказали о проекте Север Который швейцарцы реализуют совместно с КФУ Благодаря этому в России впервые начнут производить специальные субстанции Необходимые для пересадки органов Сегодня же Рустам Мениханов встретился с представителями и других предприятий Женевы Среди них производители компрессорного оборудования и завод строительных материалов ЗИКа Последние планируют начать производство на территории Татарстана Рустам Мениханов отметил, что республика готова оказать компании необходимое содействие И в части подбора промышленной площадки и подготовки персонала Сегодня есть хорошая возможность, чтобы обсудить состояние и перспективы развития Татарстана-швейцарского сотрудничества Плодотворным для делегации республики стало и участие в деловом бизнес-форуме Швейцария-Татарстан Здесь были подписаны соглашения о сотрудничестве между Союзом торговых палат Швейцария-Россия и Торгово-промышленной палатой Республики А также между технопарком Иннопарк и Казанским IT-парком А это уже Лозанна Здесь Рустам Мениханов посетил местный политехнический университет Один из самых престижных в Европе В ходе встречи делегаты из Татарстана обсудили перспективы сотрудничества между Лозаннским университетом, КФУ и Университетом Иннополис Сергей Хайдаров, ТНВ Татарские депутаты оказались вовлечены в федеральный скандал с депутатом Леонидом Слуцким Напомним, ряд журналисток обвинили его в домогательствах Однако комиссия Госдумы по этике не нашла со стороны Слуцкого никаких нарушений После этого ряд СМИ отозвали из Думы своих представителей Затем спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил о лишении думской аккредитации журналистов в тех изданиях, которые отзывают корреспондентов Комментируя ситуацию, татарстанский депутат Фатыхси Богатуллин заявил, что в домогательствах виноваты сами женщины Потому что женщины, знаешь, вот они, знаешь, вот ходят, моргают с глазами А Суцкий, он не ты Ты посмотри на него, он метр девяносто На метр скипкой у женщины головы базы Самих же журналистов он назвал слугами Высказывания растиражировали ряд СМИ И вот как в разговоре с нами депутат объяснил свою позицию Вы, слуга, вам сколько заплатили, столько вы из нас тут и отрабатываете А вот, если хочешь знать, я знаю доверку Знаю механизатора, знаю нефтяника Знаю депутата Госдумы Но пресса не знаю Дай мне документ В руководстве Единой России высказывания Фатыха Зибогатулина осудили Заместитель секретаря Генерального совета Единой России Евгений Ревенко заявил Крайне возмутительные и некорректные позиции коллеги депутата Фатиха Зибогатулина Назвавшего журналистов слугами В партии Единой России депутаты всегда относились и относятся с исключительным уважением к журналистам Это тяжелый труд людей, которые профессионально и часто самоотверженно служат интересам общества Эту же позицию разделяет и татарстанский депутат Александр Сидякин Отреагировал на эту ситуацию и татарстанский сенатор Олег Морозов Он предложил для урегулирования таких конфликтов принять специальный закон По его мнению, цитата Проблема предельно проста Комиссия по этике была обречена на такое решение Точнее на отсутствие решения Ибо ни в правовом, ни в этическом плане объективное решение невозможно Выход один Принятие соответствующего закона Который определил бы самопонятие Сексуальное домогательство И этические или правовые последствия этого действия Как формировать общественное мнение, когда в тренде анонимность Как быть объективным, если цифровой культуры в СМИ нет Как в погоне за тиражами и лайками сохранить этику Вот вопросы, которые волнуют журналистское сообщество Их сегодня обсудили в формате круглого стола К чему приглашенные призвали коллег Альбина Солгараева Идет поколение Г, все, оно пришло Оно ставит галочки и любит ставить лайки Оно проповедует, подождите, оно проповедует другую систему ценностей Другую журналистику, другое отношение к жизни И это тоже проблема Это о новом поколении журналистов Но хуже не писатель, хуже читатель Сегодня, когда статьи и репортажи сопровождаются анонимными комментариями Зачастую агрессивными и оценочными Время говорить о потере моральных ориентиров всего общества У нас очень агрессивное общество, лишенное моральных ориентиров А мы в этой ситуации должны все-таки какие-то рыберные точки расставить Что такое хорошо, что такое плохо по отношению к человеку Есть темы, в которых журналист просто обязан проявить этику Они касаются чести и достоинства личности, его репутации и личной жизни Но в погоне за рейтингами сегодня наблюдается другая картина Пока мы не перейдем к осознанию того, что качественная журналистика Все-таки должна где-то найти себе дорогу пробиться и выживать Пока не уйдем от количественных критериев, это тоже будет все серьезно мешать Информационный голод у нас А что мы в этой ситуации должны делать? Придумывать! Вот и появляются все эти вещи Анонимность средств массовой информации в социальных сетях сегодня в тренде И зачастую подобные комментарии провоцируют и приводят к другой реакции Делать это позволяют и современные технологии Правила работы в средствах массовой информации в электронах не выработаны Никто, вот пожалуйста, мы слышали коллег, никто не знает, что делать с этими комментариями маргиналов Которые всю свою злобу и там пишут, черте что А об известных людях это все ставится, никто ничего не проверяет И сегодня действительно вопрос с комментариями на законодательном уровне не отрегулирован Тут срабатывает только субъективный подход редактора, публиковать или нет В законе действительно есть пробелы, но стоит ли его ужесточать, тоже вопрос Я против ужесточения любого законодательства, господа, у нас очень жесткое законодательство Есть проблема белых пятен в законодательстве В том числе мы-то с вами находимся в рамках очень жесткого, очень урегулированного процесса У нас все очень жестко, поверьте мне И Роснадзор, и все там структуры, и уголовный кодекс, и административный, и гражданский Все нас регламентируют Спикеры сошлись во мнении, нужно сформировать такую информационную среду, где совершать неэтичный поступок Для журналиста было бы непрофессионально и по-человечески стыдно Альбина Слагараева, Александр Лобанов, ТНВ, Казань Не перевелись еще богатыри на фермах в Татарстанских Больше 10 лет в КФХ Баталовых из Алексеевского района разводят лошадей-тяжеловозов Этих богатырей не отправишь на скачки, да и в хозяйстве они не всегда пригодятся Так зачем же они их разводят? Об этом Рамиль Шайдулин Свой же загон уже тесноват За год тяжеловец вымахал почти метр восемьдесят И это не предел Самая большая в мире порода живет в одной из самых больших каниферм Алексеевского района Причем большинство родилось именно здесь Лошади, которые ранированы, которые родились на этой местности, они показывают лучшие результаты Вот и эти же ребята оправдали все ожидания Пережили долгую зиму Это прошлогодний весенний приплод И такие лошади по опыту этой фермы всегда самые здоровые Самое лучшее получать жеребят весной Потому что они тут солнце, тут тепло, сухо, блин И они потом летом лучше развиваются Пока годовалые жеребята не похожи на будущих гигантов Но набирать массу только предстоит Для нормального роста они едят минимум по 25 тонн овса или фуража Что-то на ферме выращивают сами, где-то помогает бартер Так еще у нас есть 100 гектар земли, кроме этого Как бы сами обрабатываем, сеем Как бы заготавливаем кормя Сами себе пока справляемся И государство, конечно, помогает Удобрения получили по субсидии в этом году Если помощь продолжится и дальше Бадаловы в разы расширят поголовье Мечта главы КФХ 100 здоровых лошадок мам И загоны для племенных рысаков Пока на ферме пара скакунов И то просто для эксперимента Уживаются вместе с друзьями-великанами Для них размер не имеет значения Рамиль Шайдулин, Рамиль Гарипов, Рамиль Гарифуллин ТНВ, Алексеевский район Как устоять на доске Получить путевку в сборную России И пройти гигантский слалом В Казани стартовал чемпионат страны по сноуборду Попробовать себя на свежские холмы Приехали больше сотни ведущих спортсменов России Кому благосклонный склоны Увидел Салават Мухаммадуллин Фигуристы, болиды, формула-1 на шиканах Или канатоходцы Хоть и похожи на них Но сравнений сноубордисты не терпят Перед стартом минимум слов И максимум концентрации Настраиваюсь головой на старт О чем думаете? Ни о чем Ни о чем больше не думать Пока девушки пританцовывая Разминаются на старте Мужчина пробует тренировочную трассу И расслабляется на фуникулере Расслабляешься, думаешь о том Ну вообще думаешь, как поедешь Да А какая будет трасса Сложная, не сложная Я ее еще не видел Для скоростного спуска на доске Испытания на лыжах Это специалисты выбирают смазку для бордов Процентов 80 Зависит от того, как вы подготовились Успех, особенно вот Такие трассы пологие, не крутые Первыми на старт вышли члены сборной России Чемпионы мира и победители Кубка мира Всего на чемпионате страны 111 спортсменов из 17 регионов Соревнования проходят настолько быстро И в таком ритме, что успеть за спортсменами Просто невозможно Трасса проходит параллельно нашему спуску Ну а нам, чтобы попасть на финиш Приходится сидеть и наслаждаться видами А вот им глядеть по сторонам некогда Один финиш еще не победа А лишь квалификация Должен быть боевой настрой Это может быть легко сказать Но не всегда легко сделать Дальше это стратегический прайс То есть больше такого аналитической работы А вот, наверное, это и есть главный секрет Который отвечает чемпиона От обычного спортсмена Рассекать по весеннему снегу сноубордисты Будут весь ближайший уикенд По итогам стартов Федерация сноуборда рассмотрит Возможность проведения в Казани Уже этапа Кубка мира Салават Мухаммадуллин, Азат Самигулин, ТНВ Верхнеусловский район Вечерний эфир ТНВ продолжит программу Вызов 112 А сейчас прогноз погоды До свидания Добрый вечер Время новостей спорт на ТНВ В студии Алмаз Гафиатов Евгения Тарасова и Владимир Морозов Завоевали серебро чемпионата мира По фигурному катанию В эти дни турнир проходит в Милане По итогам короткой произвольной программы Тарасова и Морозов уступили только лишь немецким спортсменам Алене Савченко и Бруно Массо Евгения Тарасова Татарстанская спортсменка Враженка города Казани Для которой награда мирового первенства Как и для ее партнера Владимира Морозова Стала уже второй Год назад фигуристы становились третьими На чемпионате мира Новый рекорд КХЛ Матч между московским ЦСКА И финским Йокеретом Стал рекордным по продолжительности Команды сыграли пять овертаймов Прежде чем финны одолели ЦСКА со счетом 2-1 Игра длилась 142 минуты 9 секунд В составе ЦСКА шайбу забросил Кирилл Капризов За Йокерет в основное время Автором гола стал Брайан Унил В пятом овертайме победный гол забил Микиниеми Предыдущий рекорд был установлен 21 марта 2014 года Матч между пражским клубом «Лев» и Донецким «Донбассом» длился 127 минут В Казани стартовал всероссийский турнир по легкой атлетике «Шиповка юных» В манеже центрального стадиона собрались около тысячи спортсменов из 65 городов России В турнире участвуют команды городских, сельских организаций, а также команды школ и интернатов Состязания пройдут в трех возрастных группах среди юношей и девушек Первыми в борьбу вступили юные легкоатлеты в возрасте 10-11 лет Ребятам предстояло пробежать 60 метров, прыгнуть в длину и высоту Во второй день соревнований участников ждет метание снаряда и бег на 500 метров Турнир продлится до 29 марта И это все новости спорта «Гна на минуте» Будьте здоровы и занимайтесь спортом До свидания Здравствуйте! В республику спешит запоздалая весна Подробнее о погоде после интересной информации Вам нужен шкаф-купе Качественный, недорогой и по вашим размерам Данил Мастер исполнит ваши желания Успейте заказать со скидкой 20% Данил Мастер, город Казань, улица Восстания, 23, телефон 2, 167-166 По данным сервиса Яндекс.Погода на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Ознакаева Минус 3, местами пройдет снег На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге Также пройдет снег и до 2 мороза На севере Татарстана, Менделинске, Агрызи, Менделеевске Облачная погода с прояснениями И до 2 градусов ниже нуля На северо-западе, Варске, Кубмаре, Балтаси Переменная облачность и довольно тепло Всего минус 1 Местами пройдет снег На юго-западе республики, в Болгаре, Буинске, Држаном Облачная погода с прояснениями Синоптики обещают небольшой снег И 2 градуса мороза В центральных районах, в Чистополе, Альмитевске, Мамадыши Также возможен небольшой снег И минус 2 В последующие дни существенных изменений в погоде не ожидается В Казани облачная погода с прояснениями Пройдет снег Температура воздуха 0,2 Ветер юго-западной порывистый До 7 метров в секунду Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба Влажность воздуха 85% Ожидается небольшая магнитная буря О погоде все В студии была Лилы Латыпова Увидимся на ТНВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин